А вы слышали про новый двигатель от Тойота, который скоро перевернёт мир? Больше никакого бензина, бесконечных трат и вреда экологии. Без шуток. Скоро мы будем ездить на воде. И нет, это не какой-то далёкий проект или мечты о будущем, ведь Тойота уже и автомобиль выпустили. Какой и сколько стоит, расскажу в конце. Что вообще случилось? Речь идёт о разработке и тестировании экологически чистого двигателя. Который работает на воде. Эта технология может радикально изменить всю автомобильную отрасль, так что нам пора приготовиться к новой эре в мире автомобилестроения. Не секрет, что Тойота уже давно заигрывает с разработкой водного двигателя. И, судя по всему, он обещает стать самым экологически безопасным когда-либо созданным человеком. Новый агрегат будет похож на технологию водородных топливных элементов, таких как Тойота Мирей, про которую я расскажу в конце, а также на водородные двигатели внутреннего сгорания, например, недавно разработанный трёхцилиндровый 1 и 6 гидроген. Вся эта история с водяными двигателями является одной из наиболее заветных целей в автомобильной индустрии, так как они обещают значительные преимущества по сравнению с традиционными двигателями и электромобилями. Было сделано множество попыток создать работоспособные и надёжные водяные двигатели для повседневного использования, но большинство из них не увенчались успехом. И вот Тойота собирается совершить прорыв с их новейшим водяным двигателем. В отличие от большинства предыдущих попыток, которые проводились в кустарных условиях с ограниченными бюджетами, Тойота имеет достаточно средств для тестирования двигателя во всех возможных условиях. Как же работает водяной двигатель? По сути, он аналогичен генератору водорода, но с некоторыми незначительными отличиями, которые делают его более пригодным для ежедневного использования в автомобилях. Двигатель очень похож на водородный двигатель, используемый в Тойота Yaris G-RX2, за исключением того, что вместо использования уже обработанного водорода двигатель сам производит его, разделяя водород от кислорода путем химической реакции. Суть в том, что двигатель использует процесс электролиза для разделения молекул Эйк-2О. Водород и кислород разделяются, когда электроды, расположенные в резервуаре с водой, начинают выделять высокое напряжение. Поскольку водород уже содержится в воде, когда он хранится в баке, нет необходимости в тяжелых и чрезвычайно укрепленных баках, что является нормой для водородных топливных элементов и двигателей внутреннего сгорания на водороде, так как водород сам по себе очень трудно удержать. Процесс питания транспортного средства начинается после этого этапа, сходно с процессом в водородных двигателях. Когда водород отделяется от кислорода в новом двигателе Тойота, он затем направляется в двигатель, где сгорает аналогично сжатому природному газу. Важно отметить, что конструктивные особенности такого двигателя сходны с двигателями на СПГ. Однако для адаптации к особенностям работы с водородом, который является высокоэнергетичным и легковоспламеняемым топливом, необходимы специальные топливные форсунки, предназначенные для сжатого газа. Также требуется укрепление головок, цилиндров, поршней и клапанов для выдерживания высоких давлений и температур при сгорании водорода, что предотвращает риск детонации. Но подводные камни тоже есть. Чуть дальше я расскажу про минусы этой технологии. А что по поводу экологичности? Удастся уйти от загазованности в крупных городах. Во-первых, такой двигатель практически не имеет выбросов углекислого газа, что ставит его на один уровень с электромобилями по экологической частоте, но с дополнительным преимуществом удобства использования. Водяной двигатель предлагает уникальное удобство заправки, так как для его работы достаточно обычной воды, что значительно упрощает процесс пополнения топлива и сокращает затраты. Долгосрочный переход на водяные двигатели может оказать значительное влияние на нефтяную промышленность и горнодобывающую индустрию. Если такой тип двигателя станет широко распространенным, это приведет к уменьшению необходимости в добыче нефти, что, в свою очередь, сократит экологический ущерб, связанный с этой отраслью. Кроме того, не потребуется добыча редких металлов для аккумуляторов, как это требуется для электромобилей, что является одним из наиболее вредных процессов в современной автомобильной индустрии из-за его воздействия на окружающую среду. Сравнивая водяные двигатели с водородными и топливными элементами, которые также рекламируются как безвыбросные, можно увидеть значительные преимущества водяных двигателей. Хранение воды гораздо проще и безопаснее, в отличие от водорода, который требует специальных условий хранения, включая высокие стандарты безопасности и значительные финансовые затраты из-за необходимости использования армированных и надежно изолированных баков. Такая сложность связана с высоким риском утечек водорода, что может привести к взрывам или другим опасным ситуациям. В то время как для хранения воды достаточно любого герметичного контейнера, что делает технологию более доступной и безопасной для широкого использования. Автомобиль с водяным двигателем также сталкивается с некоторыми трудностями, так как требует идеальных температурных условий, подобно тому, как это необходимо для некоторых других видов двигателей. Но стоимость поддержания таких условий может быть высокой. Однако приобрести дистиллированную воду можно в любом хорошо укомплектованном супермаркете или даже произвести ее самостоятельно, если вы знакомы с основами химии. Получение водорода в чистом виде – это дорогой процесс, и вместе с многочисленными проблемами, связанными с хранением этого газа, это одна из причин, почему водородные автомобили до сих пор не получили широкого распространения и, вероятно, никогда не получат. Производство и хранение водорода стоят дорого, что в свою очередь увеличивает стоимость газа для потребителя, заставляя задуматься, почему вообще стоит покупать водородные автомобили, если они в итоге оказываются дороже в покупке и эксплуатации по сравнению с электромобилями и автомобилями на ископаемом топливе. Несмотря на то, что водородные автомобили теоретически просты в использовании и экологичны, остается вопрос о том, действительно ли водяные двигатели пригодны для ежедневного использования. Ответ – да. Во-первых, такие двигатели совсем не слабы, как может показаться. Двигатель на воде по своим характеристикам сопоставим с большинством бензиновых двигателей, и теоретически он может быть даже мощнее традиционных ДВС, так как способен генерировать в три раза больше мега-джоулей энергии по сравнению с бензиновыми двигателями. К тому же такие двигатели безопаснее всех других типов, так как в автомобиле не хранятся легковоспламеняющиеся вещества, исключая риск возгорания или взрыва. Водяные двигатели также относительно просты в производстве, так как их механическая конструкция лишь немного сложнее, чем у обычных бензиновых двигателей, и значительно проще и дешевле в производстве по сравнению с электромобилями и топливными элементами. Благодаря своей простоте и экономичности, такие двигатели идеально подходят для стран, которые не обладают развитой нефтедобывающей промышленностью. Для примера, иранский ученый Аладдин Касими смог адаптировать свой Peugeot 405 для работы на воде, превратив его в настоящее технологическое чудо. Если одному человеку в условиях гаража удалось создать функционирующий автомобиль на воде, представьте, что могла бы сделать Toyota с соответствующим финансированием. Кроме того, экономичность водяных двигателей несравненна. По данным Касими, его Peugeot 405 потреблял от 13 до 17 литров на 100 километров воды, что значительно превышает показатели базового бензинового двигателя. Это означает, что водяные двигатели могут предложить расход более 9 литров на 100 километров, существенно снижая эксплуатационные расходы автомобиля. Но почему эти двигатели еще не завоевали мир? Несмотря на потенциальные преимущества водяных двигателей, на практике воплощение этой технологии сталкивается с серьезными препятствиями. В первую очередь, существуют логистические проблемы. Хотя в теории для поддержания такой инфраструктуры не требуется значительных изменений, сама технология двигателя остается на стадии эксперимента. Большинство созданных до сих пор прототипов водяных двигателей демонстрируют низкую надежность. Их функциональность в повседневной эксплуатации оценивается как средняя или даже ниже среднего. Применение воды как топливо на первый взгляд кажется перспективным решением. Однако процесс расщепления воды на водород и кислород порождает ряд безопасных проблем. Водород, несмотря на его экологическую частоту как топливо, и вставляет собой высокий риск из-за сложности с его хранением. Хранение водорода требует специальных условий, поскольку даже малейшая утечка может привести к серьезным последствиям, включая возможность взрыва. Дополнительные сложности возникают из-за потенциального сопротивления со стороны крупных корпораций. Если Toyota или любая другая компания начнут массовое производство автомобилей на воде, это может угрожать интересам компаний, занимающихся добычей лития, производством батарей и, что наиболее значимо, нефтяных компаний. Эти секторы могут потерять значительную часть своего бизнеса, если водяные двигатели станут нормой, ведь это почти полностью устранит потребность в использовании ископаемого топлива и добыче дорогостоящих элементов, таких как кобальт и литий. Такое изменение может серьезно затронуть даже такие гиганты, как Риотинта, которые, несомненно, предпримут шаги для противодействия развитию таких технологий. И в истории уже есть подобные примеры, например, инцидент со Стэнли Алленом Мэйером, который создал первый полностью функционирующий автомобиль на воде. По его словам и словам его брата, он столкнулся с угрозами со стороны представителей нефтяных компаний. Эти угрозы, по-видимому, были направлены на прекращение его исследований и разработок. Мэйеру даже предложили миллионы долларов, чтобы он уничтожил свой прототип и забыл о своих исследованиях, что свидетельствует о потенциальной готовности крупных корпораций идти на радикальные меры для защиты своих интересов. Тем не менее, Стэнли Мэйер был человеком упрямым и не уклонялся от публичной борьбы с крупными нефтяными конгломератами. Однажды вечером, во время ужина с двумя бельгийскими бизнесменами, которые проявили интерес к его работе, Мэйер внезапно выбежал из ресторана, держась за горло. Его брат, который был с ним в тот момент, последовал за ним. Позже брат рассказал прессе, что Стэнли сказал ему о том, что бизнесмены его отравили, после чего он скончался. Официальные записи указывают, что причиной смерти стал аневризом мозга. Однако этот вопрос до сих пор остается предметом споров, так как всего несколько дней после его трагической кончины автомобиль и чертежи двигателя были украдены из его гаража, и так и не были найдены. Так что, хотя мы бы с удовольствием увидели, чтобы Тойота действительно реализовала этот проект с двигателем на воде, мы не уверены, что это произойдет в ближайшее время, если вообще когда-либо произойдет. И даже если они действительно работают над этим двигателем, они, скорее всего, делают это в абсолютной секретности, поэтому официальных подтверждений проекта пока что нет. Безумие, правда? И прежде чем рассказать вам про самый идеальный водородный автомобиль, хочу подбить все основные плюсы и минусы водяных и водородных двигателей. Хотя, как вы понимаете, это фактически одно и то же в конечном итоге. Только в водяном автомобиле водород синтезируется в самом автомобиле. Одним из главных плюсов водородных двигателей является их экологическая чистота. Водородные автомобили выделяют только водяной пар, что делает их исключительно чистыми. Они не производят углекислый газ или другие вредные выбросы, что особенно важно в борьбе с глобальным потеплением. Еще одним преимуществом является высокая эффективность. Топливные элементы на водороде более эффективны, чем традиционные двигатели внутреннего сгорания. Они обеспечивают большую дальность пробега на одной заправке и могут быть заправлены за несколько минут, что сравнимо с заправкой бензиновых автомобилей, с водой это будет еще проще. Однако у водородных двигателей есть и недостатки. Во-первых, высокая стоимость. Покупка водородного автомобиля и самого водорода значительно выше, чем у бензиновых или электрических автомобилей. Это делает их менее доступными для широкой публики. Во-вторых, ограниченная инфраструктура. Сеть заправочных станций для водорода пока что ограничена, что делает использование водородных автомобилей неудобным во многих регионах. В-третьих, сложности с хранением и транспортировкой. Водород требует специализированных и дорогостоящих систем хранения и транспортировки, так как он должен храниться под высоким давлением или в жидком состоянии. Кроме того, многие современные методы производства водорода основаны на ископаемом топливе, что снижает потенциальные экологические преимущества таких автомобилей. И казалось бы, синтез водорода внутри автомобиля закрывает все эти вопросы, но на деле вы же не сможете заправить ТСА из лужи, поэтому и тут будет куча схожих нюансов. Тем не менее, водородные и водяные двигатели остаются многообещающей технологией с потенциалом кардинально снизить уровень загрязнения воздуха, если будут преодолены экономические и инфраструктурные барьеры. Ну а автомобили уже есть? И да, Тойота занимается испытаниями на базе Мирей. Это не просто автомобиль, это взгляд в будущее водородных технологий. Водяная версия пока не вышла в продажу, зато просто водородную можно заказать за скромные 50 тысяч долларов. Неплохо, да? Дизайн Мирей вызывает много обсуждений. Его парящая крыша, слоистый капот и волнистые боковины выглядят необычно и инновационно. Но основное внимание к этому автомобилю приковано не благодаря его внешнему виду. В отличие от Тойота Приус, который уже обрел широкую популярность и ожидает своих покупателей в количестве сотен тысяч, Мирей пока что играет роль ракеты-носителя для продвижения идеи использования водородных технологий. Мирей предлагает достойные динамические характеристики. Момент в 335 ньютон-метров и мощность в 155 лошадиных сил позволяют ему разгоняться до 100 километров в час за 9,6 секунды, что на секунду быстрее, чем у Приус. Вообще у этих машин много общего. Интерьер Мирей напоминает Приус, особенно расположение приборов и органов управления. Тем не менее, есть различия, такие как более тихая работа. Водородный генератор под сидением издает едва уловимые звуки. Водородная версия более тяжелая, что ощущается в поворотах и общей мягкости подвески, отчасти обусловленной дополнительным весом. Тойота сделала ставку на интеграцию современных технологий, как показывает сенсорная консоль Мирей, с отдельным климатическим дисплеем, хотя и сохраняет удобство привычных управляющих элементов. Эта гармония новых и знакомых элементов подчеркивает, что Мирей – это мост между сегодняшним днём и завтрашним днём, когда водородные технологии, возможно, станут основой автомобильной индустрии. Я думаю, что будущее уже не за горами, и даже картельные нефтяные сговоры не смогут остановить прогресс. А если вы интересуетесь новым, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. Спасибо!